Привет друзья! Вы создали файл вышивки, выполнили его и обнаружили, что в готовой работе в заливке образовались щели, хотя в программе никаких щелей нет. А возникают эти проблемы, как правило, при выполнении встречной заливки. Сперва вышивается часть объекта, затем игла убегает в противоположный угол и застил идет навстречу. Наиболее подвержены этому большие объекты с плотным застилом, выполняемые на нестабильной ткани, например трикотаже. Избежать этого можно на этапе выполнения вышивки, уделив внимание стабилизации, а также внеся корректировки в сам дизайн. Будем считать, что с технологией мы разобрались. Это не помогло и пришло время внести корректировки в файл вышивки. Для начала удалим прострочку. В данном файле вышивки буква выполнена с помощью инструмента текст. Чтобы изменить порядок вышивания элементов, разобьем текстовые объекты на отдельные элементы. Теперь внесем изменения в порядок вышивания объектов. Первый будет вышиваться планка между двумя вертикальными объектами в букве N. Затем левый вертикальный элемент и правый. Чтобы устранить протяжку между левым элементом и правым, я соединю их простой строчкой. Выставляем объекты в заданном порядке, устанавливаем точки начала и конца вышивания элементов так, чтобы между объектами не было протяжек. Затем левый вертикальный элемент и правый. Вносим изменения в угол наклона стежковой заливки. Проверяем все ли окей с предварительной прострочкой. Если в каком-то объекте выставить угол наклона не получается, конвертируйте его в объект комплексное заполнение и все станет гораздо проще. Теперь с помощью инструмента контура и подобия создаем оббегающий гладевой валик. С цифры 1 поступаем точно так же. Прежде чем отправлять файл на машину, включите симулятор стежков и проверьте все ли окей. Обращу также ваше внимание на то, что в исходном файле сперва выполнялись элементы букв, а затем прострочка по краю. Чтобы избежать смещения, лучше выполнить сперва все элементы первого символа, а затем второго. Всем хорошего дня!